Наверное, это, знаете, спайка группы, она работала с менеджером и так далее. Нарек Александр, который с вами приехал, это сами, профессия МАУ, и так далее, по экспорту. Наш зорок работает, это была группа Апачи, Килики, и так далее, коммерческие, сейчас мега-рогат. Наш аэкосфанел, считается, один из лучших международных экономистов для Армении. Что хотите, через пять минут будет у вас под рукой, что творится в мире. Кто что производит, что делает, сколько получает. Сейчас будет наш корень. И, значит, координатор, как раз только что, это сами на новой должности, экономический директор Сигарона. не успеет приехать, попросим крашенку. Вот в таком составе. И сейчас мы встречаем глаз с нашим Апула, но 2.30 я сказал не другое. Вот еще, так, столько ниже, даже, по-моему, больше. И, значит, мы в 99-м или не ранее и так далее. И, значит, вот такая встреча была, связана она с ситуацией. Честно говоря, у нас у ребят немножко проблемы, но немножко серьезные проблемы с экспортом. Везде, из России и так далее. И как-то пошло, поехало, не говоря, как-то можем, чтобы и держать слово, да, и не потерять ребятами, не потеряли привык. И какой-то найти верх, какие-то выходы. Как можно делать, чтобы вышли и сохраняя дружбу, да, самое главное, и партнерское отношение. И чтобы умно работали. Это может быть, мы говорили, это может быть совместные предприятия, это может быть балкерные и так далее, и так далее. Извиняюсь, Анатолий, возможно, что попозже подойдет к нам бывший министер финансов в Армении, господин Аромян. В принципе, такой, допустим, я производитель, я производлю сахарную и так далее, да, к примеру. Я где-то неделю остановил фуры, да, потому что связано с рублей, у меня там 2-3 контракта, а здесь кладем, да. Но, в конце концов, решили задачу, решили поменять с сахарным писком, к примеру, да. То есть, что-то начало уже работать. Не только стоять, и все, по-моему, это неправильно. Так что, вот, несколько вариантов. Может совместно, может что-то делать, может с Ираном тоже мы хотим работать. Вот, вот, приехал недавно, 3-4 дня тому назад, с Саприцей, да, ты, значит, Ирана-Российской дружбе, Камерской, это, Рошан, наши ребята знают. И варианты. Недели, нет, 20 дней назад была встреча, до этого, значит, с генеральным директором системы Бухта, старшим, который покупал, это сами. Юрий приехал, чтобы он был в Москве, чтобы было встреча с экспортерами, да, чтобы решили, вот так берем и так начинаем делать, и так далее. То есть, все время вот так живо работаем. Ну, в общем, понятно, что все на свое место оставили. Спасибо снова за ваш приезд, за это самое. Спасибо, что пригласили. Мы всегда стараемся присутствовать. То есть, если не получается, то, как правило, потому что посольство все-таки несколько небольшое, но, с вами, как это не было, дел, к сожалению, меньше не становится, становится только больше. Так что, конечно, обращайтесь, если мы чем-то сможем быть полезным, мы стараемся всегда помогать. Вы у нас получаетесь сразу по нескольким линиям, так сказать, в приоритете, поскольку вы одновременно и работаете на развитии наших двусторонних связей, одновременно и на развитии экономики. Ну, и еще, так вот, вишенки на торте, как НПО, да, вы сказали, это получается по линии гражданского общества. И с той, с другой, с третьей стороны, мы стараемся, конечно, всегда помогать. Ну, по мере вам, честно. Господин Ольга, я просто хочу сказать и формировать, что на нашей встрече, на прошлой неделе, я уже имел честь передать то, что мы обсудили здесь. В частности, если вы помните, я представил вот эту идею создания новых совместных предприятий. Сама идея создания, ну, не новая, но в настоящий момент мы, как бы, попытались обосновать это тем, что не надо паниковать в нынешней ситуации. И мини-ривизио-газилийский. Делось так, чтобы российские предприниматели, оставаясь на местах, поскольку на родине, и армянские предприниматели тоже, создавая вот такую цепочку, можно подумать о сотрудничестве через посредством совместных предприятий, оставаясь самостоятельными единицами, но создать цепочку, производственную цепочку и интеграционную. Это и в рамках двухстороннего сотрудничества и нашего союза, уже 30 лет исполняется стратегическому союзу России и Армении, и в рамках многостороннего сотрудничества и АЭС. Я думаю, что сегодня были и опасения, кстати, гурналисты спрашивали, а не думайте, что санкции будут распространяться и на вас, на Армению, и на вот такие структуры. Я думаю, что у нас были отношения с Ираном, например, когда были очень жесткие санкции против Ирана, но Армения сотрудничала с Ираном по части производства электроэнергии. Вы знаете, что у нас есть и другие отрасли интеграции. Так что я думаю, что есть прецедент, а тем более торговые экономические связи, они не могут быть приклады, в данном случае. Но сегодня как раз мы собираемся. Я хочу еще представить, что Гагир Дуронс является очень видным представителем, если не самым лучшим и опытным в области главно-народной промышленности. Вы красный экспертом, и тут, конечно, Армения имеет такие возможности ресурсы, но перерабатывающая часть этой промышленности, конечно, останется иллюзией пока. Есть надежда, что с помощью наших российских партнеров мы можем хотя бы начинать эту часть. Марина Антониан представляет шире экономическую схему, но особенно финансовая часть, имеет огромный опыт в области и по финансовой безопасности, в частности. Профессор Кюгурян, я уже затрудняюсь сказать, где господин Кюгурян не имеет опыта. Гюрбок, что я теоретик, но все-таки эксперт по этим международным торговым отношениям. И Мушев Ториан только что присоединился из нашей команды, он вот уже самый настоящий бизнес-пенд, предприниматель и имеет опыт. Так что я думаю, что наша команда в целом ничего нельзя. Конкретно, программы прагматические. Нужно начинать с любого конца. Уважаемый Александр Игоревич, спасибо за это приключение. Предлагаем, что наш Александр Исанян в двух слов представлен, о чем мы в прошлый раз разговаривали и какие у нас сейчас цели. И потом уже по-другому звонят, по-самному. Ну, вкратце, во-первых, всех приветствую. В течение трех лет, да, то есть эта площадка экспорта Армении, это, ну, как бы правильно сказать, МПО, но при этом МПО большую цель у себя поставила собрать единомышленников. Это людей, которые, ну, скажем так, специалистов разных сфер отраслей, которые действительно верят, что экспорт Армении – это вот важнейшая, не просто там, скажем так, политическая составляющая предвыборных компаний, но это еще и важнейшая составляющая жизни общества нашего, да, для развития нашего, нашей страны. Теперь у нас ситуация такая, когда мы понимаем, что вот эта важная составляющая стоит под угрозой, потому что большая цель, соответственно, перерабатывающая.